Мошенники действовали от имени Межрегионального общественного фонда «Жил соц. Минимум» от жителей города. В основном это были пенсионеры, многодетные семьи. Они принимали заявления, которые сочинцы писали на имя председателя правительства Дмитрия Медведева и глав районных администраций Сочи. Документы предлагали заполнить за деньги и обещали, что в течение полугода заявители получат бесплатное благоустроенное жилье, либо земельный участок, за которое не нужно будет платить ничего, ни квартплату, ни налоги, ни другие сборы. Фигуранты дела убеждали людей, что у них даже есть свой человек в Москве, который передаст все заявления непосредственно в правительство. В итоге на удочку мошенников попались более 230 человек. За 10 дней аферистам удалось за заполнение анкет незаконно получить порядка 50 тысяч рублей. В администрации Сочи рассказали, что сейчас, например, в городе обследуют условия, в которых живут ветераны войны, участники тыла, и здесь процесс сбора информации и приема заявлений ведется совершенно по-иному. У нас сейчас идет заполнение паспорта социальной нуждаемости каждого ветерана. Представители районных администраций, представители отделов социального развития, представители управления социальной защиты населения. Это те представители, которые комиссионно приходят по предварительному созвону. Никогда и нигде вас не попросят заполнить за деньги никакую анкету. Ознакомиться с полным списком социальных программ можно в отделениях соцзащиты и администрации города. Участие в них бесплатное. Если с вас за заполнение бумаг просят пусть даже мизерную сумму, это повод обратиться в полицию.